Сегодня начинается Масленичная неделя, подготовительная к Великому посту. В этом году она пройдет с 11 по 17 марта. Срок проведения Масленицы зависит от даты главного христианского праздника – Пасхи. По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи. Вместе с тем Масленица – древний славянский праздник, пришедший к нам из языческой культуры и сохранившийся после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его сырной или мясопустной неделей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту. В странах Восточной Европы Масленица на протяжении многих веков сохранила характер народного гуляния. Масленицу встречали с величальными песнями на снежных горках. Символом Масленицы было чучело из соломы, обряженное в женские одежды, с которым вместе веселились, а затем хоронили или сжигали на костре вместе с блином, которое чучело держало в руках. Неотъемлемой частью праздника были катания на лошадях, на которых надевали лучшую сбрую. Парни, которые собирались жениться, специально к этому катанию покупали сани. В катании непременно участвовали все молодые парочки. Так же широко, как и праздничная езда на лошадях, распространено было катание молодежи с ледяных гор. Среди обычаев сельской молодежи на Масленицу были также прыжки через костер и взятие снежного городка. Основным угощением Масленицы являлись блины. Вся же неделя на Масленицу именовалась не иначе, как честная, широкая, веселая боярыня-масленица. С христианизацией Руси блины, как-то воспринимавшиеся как языческий символ солнца, стали просто традиционной праздничной пищей, сырную неделю, как куличи и Пасха, праздник Воскресения Христова. На каждый день Масляной недели существовали определенные обряды. В понедельник – встреча Масленицы, во вторник – заигрыши. На лакомке, то есть в среду Масляной недели, тещи приглашали на блины с детьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. Наверняка отсюда и пошло выражение – к тещи на блины. В широкий четверг происходили самые людные саные катания. В пятницу – тещины вечерки. С детья звали тещу на угощение. Суббота отводилась за ловкиным посиделком. Воскресенье называлось «прощенным воскресеньем» или «прощенным днем». В этот день все навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями, поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели словами или поступками. В Коробовых хуторах в этом году проводы зимы состоятся 16 марта. Кроме самого высокого чучела и наибольшего количества блинов в области, здесь установят рекорд. Он будет связан с высотой, рассказал директор Департамента культуры и туризма Харьковской обгосадминистрации Дмитрий Кузнецов. Организаторы праздника обещают участникам провести новые конкурсы, мастер-классы и катание на лошадях. Продолжение следует...